Здравствуйте! Это программа Под парашютом, в которой специалисты, эксперты, преподаватели, ученые Казанского федерального университета рассказывают и помогают нам разобраться в каких-то тонкостях наших жизненных ситуаций, как эксперты. Сегодняшняя наша тема – дети, точнее их речь. И она, я предполагаю, будет интересна родителям, тем, кто хочет стать родителями, а еще бабушкам, дедушкам и всем, кто находится в ближнем круге нашего условного ребенка. Представляю гостей сегодняшней студии. Это представители Института психологии и образования, а точнее, кафедры психологии и педагогики специального образования. Слева от меня Вероника Викторовна Васина – преподаватель, точнее говоря, доцент кафедры и кандидат психологических наук. А по правой руке от меня Зарема Рустамовна Егорова – преподаватель той же кафедры. В прошлом году мы снимали наше студию, Универ ТВ, снимала фильм, который называется, его можно посмотреть на нашем канале, называется «Сначала было слово», и оно посвящено нарушениям речевого развития у детей. И в ходе съемок этого фильма мы общались со специалистами узкими и очень глубокими настоящими специалистами это дело. И эти специалисты нам сказали, что ситуация с речевым, с формированием речи у сегодняшних детей крайне-крайне-крайне сложная. И почему это происходит? Что мы делаем для того, чтобы это не происходило? Как мы должны развивать своих детей? Мы как раз и пригласили с этой целью специалистов, и не просто специалистов, а еще и Вероника Викторовна – мама троих детей. И кто как не мама троих детей знает, как это происходит. И плюс еще психолог, плюс еще педагог. В общем, у нас сегодня идеальный вариант условного родителя. То есть в нашей ситуации условность, а так настоящего. В принципе, каждая мама знает, как развивается ее ребенок. И ей кажется, что она знает все этапы его следующего развития, и что он, ну, правда, вовремя заговорит. А вот что такое вовремя, и как это понять, наверное, мы теперь спросим у Заремы Рустамовой. Хорошо, спасибо. Я тоже хотела бы сказать, что я мама двоих детей. Вот, у нас сегодня пятеро, шестеро условных детей в студии. Но в данной передаче я хотела бы выступить скорее, вы знаете, как специалист все-таки кафедры специальной психологии и педагогики. Я хотела бы рассказать о том, что о нашем замечательном курсе, который, я думаю, поможет родителям и ответить на многие вопросы. Этот курс, онлайн-курс, он предназначен для родителей детей от рождения до пяти лет. И этот курс, он подготовлен преподавателями нашей кафедры, которые являются опытными дефектологами, логопедами, психологами, которые как раз имеют большой опыт работы с детьми дошкольного возраста. Этот онлайн-курс, он как раз направлен тому, что популяризации знаний о речевом развитии, о возможных нарушениях и, самое главное, о пути профилактики, о том, на что надо обратить внимание родителю. Часто говорится о родительской осознанности. Не соседка, которая дает какие-то советы, не воспитатель, не невролог в поликлинике, а прежде всего родитель отвечает за то, насколько будет развита его речь. Но для этого он должен обладать знаниями. И поэтому подготовлен, на мой взгляд, прекрасный курс. Он бесплатный, он состоит из 19 видеосюжетов, в которых простым и доступным языком рассказывается, как в норме должна развиваться речь ребенка, на что следует обратить внимание, когда следует обратиться к специалисту, и о путях, о тех способах, которыми родитель может помочь развивать речь своего ребенка. Должно быть понимание, что речь не появляется сама по себе. Мы еще в прошлой передаче говорили, что это самый высокий познавательный процесс. И тогда, если мы понимаем, что что-то нехорошо с речью, мы, скорее всего, можем предполагать, что сломалось где-то на предыдущих этапах. Я вам предлагаю, Вероника Викторовна, сейчас быстренько повторить те 7 пунктов, о которых вы говорили, потому что они чрезвычайно важны. То есть тогда у уже появившегося ребенка мы должны посмотреть, как у него развито ощущение, насколько хорошо он воспринимает мир, то есть восприятие, как хорошо это отражается на его памяти, потому что в память попадает только то, что было в поле нашего внимания, и тогда мы проверяем, насколько ребенок внимательный. Потом это связано с мышлением, и мы говорили, что если развито критическое мышление или творческое мышление, дальше мы можем говорить про воображение, и только на самом высоком этапе мы говорим про развитие речи. Когда надо уже думать, как развивать речь своего ребенка? На самом деле существует такой миф, что до года ребенок ничего не понимает, и разговаривать с ним не надо. На самом деле это не так. Наша речь формируется с того, прежде всего, с пониманием речи. Когда ребенок родился, можно даже обратить внимание, что уже в 4 недели он реагирует на мамины интонации, на мамин голос, то есть он может вздрагивать, он начинает моргать, у него изменяется частота пульса, частота дыхания, то есть ребенок слышит. Возможно, конечно, он не понимает, о чем говорит, но он чувствует маминую интонацию. И первый год жизни от нуля, от рождения до года, это очень важный доречевой период. Поэтому разговаривать, безусловно, надо. Если мы вспомним нашего великого психолога Алексея Николаевича Леонтьева, то он выделял ведущие виды деятельности, которые соответствуют каждому возрастному этапу. И вот на возрастной этап с ноля до одного года это эмоциональное взаимодействие с важным взрослым для ребенка. То есть мама, ребенок слышит, ребенок обращает внимание, он уже вычленяет интонацию, и он начинает накапливать в возрасте до года уже, безусловно, свой словарный запас. Пусть пока в пассиве, но если у ребенка не будет накапливаться пассивный словарь, он не будет говорить. То есть мама должна брать его на руки, она должна несколько раз повторять ласковым голосом. А где это у тебя носик? А где у меня носик? Она дотрагивается до носика своего. Ребенок это видит. Она дотрагивается до носика ребенка. И ребенок понимает, что это нос, это носик. И вот таким образом в мозге ребенка складывается картотека слов, к которой в дальнейшем он будет обращаться. Но тогда еще опять добавим фразу, что называется «мама знает». Ребенок должен звучать. То есть сейчас прозвучала мысль, что мама должна разговаривать с ребенком, но при этом и ребенок, вот он под первый хлопок, что называется, закричал в роддоме, и он должен последующие все дни, вот это первое гуление, первое лепетное, то есть он должен постоянно тоже что-то произносить, он должен хмыкать, он должен кряхтеть, он должен как-то тоже реагировать. Звучать, вокализация. Именно звучать. Да, именно вокализировать что-то. Именно поэтому я еще иногда мамам и студенткам многим говорю, что пока новорожденный ребенок, вот сколько он спит, столько же должна спать мама, чтобы мама высыпалась, чтобы мама была добрая, чтобы мама была неуставшей. А вот пока ребенок не спит, почти все дела нужно делать вместе с ребенком и ему еще проговаривать. Мне все время говорили, но он же не понимает, что ты там ему рецепт салата произносишь. Я говорю, он не понимает, но он понимает, что я рядом, он меня слышит, он знает, что... И мы вообще не... Да, мы ВКонтакте. Тут я тоже могу готова добавить, если мы параллельно говорим и о нормах, и вот о речевом развитии на первом году жизни. Конечно, ребенок сначала появляется крик. К четырем годам, к четырем неделям, я прошу прощения, крик уже меняет свое интонирование. Плачь, например, крик голодного ребенка или крик ребенка, который хочет, чтобы мама обратила на него внимание. К трех месяцам у нас уже начинается лепет, который вначале выражается у нас гулением. Вы знаете, это пропевание... Это вкусное время. Да, это пропевание гласных звуков. Потом у нас появляется такой лепет, как агу-агу, абу-абу. И, наконец, где-то к семи месяцам ребенок уже начинает, вы знаете, лепетать теми словами, теми слогами, которые составляют и основу нашей речи. Ба-ба-ба, ма-ма-ма. И впоследствии уже году из этих повторяемых слогов формируются первые слова. А если мама с мамой очень мало разговаривает? Мама-баба-баба. Откуда? Если мама мало разговаривает с ребенком, я еще раз говорю, первый год жизни... Я считаю, не с ребенком, а вообще мало разговаривает. Много в телефоне, много еще в чем. Она просто невербальна. Много в телевизоре жили. Либо глухонемые. Ну, если мы говорим о ребенке, у которого нормально слышащие родители, но по какой-то причине они больше смотрят в телефон. Я так об этом говорю. Речь не будет развиваться, пока не ребенок не накопит какой-то пассивный словарь. Речь тоже формируется не так, что сразу ребенок встал и заговорил словами. Сначала он должен уловить все-таки интонации. Он должен уловить ритм человеческой речи. Вот то, что происходит на первом году. А если мама не разговаривает, естественно, мы будем говорить, это социальная причина. Почему? Нет, наверное. А тогда надо искать папу, надо искать бабушку, надо искать дедушку. То есть надо искать просто говорящего человека, который может достаточно часто быть с этим ребенком и как-то тоже на речь его ставить. Вы сейчас говорите, а если мама... Если мама не разговаривает, да, по каким-то разным причинам, да. То есть запускает речь, надо в любом случае, должен быть рядом другой взрослый человек, который, если не мама, тогда тоже кто-то должен эту речь реально запускать. Но то, что раньше было, ведь больше воспитывалась бабушками, дедушками, вообще жили большими семьями, не так разрозненно, и ребенок, видимо, больше слышал вот этого разного интонирования, разных и по тембру произнесения, то мужского, то женского, да, голоса. Различал. Различал. Сейчас, видимо, чем больше стало квартир, тем больше разъехались в разные комнаты. Ребенок, видимо, сейчас живет больше в тишине. Может быть, поэтому стали появляться какие-то проблемы с речью. Во сколько лет, месяцев или недель надо убрать у ребенка пустышку? Хороший вопрос. Мы говорили, что в четырем месяцам начинают у некоторых резаться зубки, и, в принципе, пустышка может работать уже как прорезыватель для зубов. Может быть, надо дать другую какую-то резиновую игрушку, которую удобно, да, раздирать десна, и пустышками уже не воспользоваться, потому что вот сейчас все больше видишь, что ребенок даже уже ходячий, год получается ему даже побольше, и он все еще с заткнутым ртом. О чем бы это говорило родителям? Будет ли этот ребенок потом вот так хорошо и много разговаривать, если, в принципе, у него рот занят? И здесь еще надо добавить о том, что когда рождается ребенок, ну, это вот лично, наверное, меня сейчас навеяло, об удобстве своем личном, наверное, нужно на какое-то время забыть. По крайней мере, мне удобно, чтобы ребенок молчал, это не про это. Мне удобно, чтобы... Ну, мы про как раз ответственное родительство сегодня говорим, мы как раз и говорим, что мама должна слышать ребенка. Конечно, хотелось бы говорить о том, что причины разделяют как на биологического характера, так и на социального характера. Если мы вернемся к причинам социального характера, то, безусловно, самой главной причиной является то, что у ребенка не хватает качественного общения со взрослым. Это то, о чем вы говорили, безусловно, о том, что, возможно, мама не готова вот общаться, мама устает, маме, возможно, некоторым мамам интересно находиться в телефоне, но, тем не менее, мама должна осознавать, что этот первый год, он труден для всех и, конечно, безусловно, для ребенка. То есть мозг ребенка проходит огромный путь вот именно в течение этого первого года. Ребенок рождается с весом мозга 350-400 грамм. За год масса мозга увеличивается в три раза. То есть вы представляете? В три раза, да. И к пяти-шести годам уже он становится по массе практически равным взрослому ребенку. Но вот этот первый год, насколько он важный. Неповторим. Второй раз его пройти будет уже невозможно. Второй уже невозможно. И поэтому вот это вот недостаточное общение ребенка со взрослым, это имеет очень большие, конечно, это является одной из важнейших социальных причин. Но также хотелось бы обратить внимание на биологические причины. О том, что первейшая, конечно, причина, которая ведет к тому, что ребенок плохо говорит, и это поражение центральной нервной системы. Нет ничего более страшного для клеток головного мозга, чем гипоксия. Мы можем говорить о том, что сейчас, к сожалению, многие мамы сталкиваются с проблемами вынашивания ребенка. На этом могут показывать тонус. О том, что излишняя даже тошнота, повышенное давление. Если потом ребенок идет в роды в обвитие с пуповиной, если у него проблемы в родах, это могут быть затяжные роды, обезвоженные роды, или, например, чересчур стремительные роды, или асфиксия, да, с чем мы сталкиваемся, потому что родовая деятельность у мам тоже, к сожалению, может быть ослаблена. И все это может привести к гипоксии. Если у нас все-таки внимательный и ответственный родитель, в какой момент он должен уже понимать, что что-то идет не так, и, наверное, нужно обратиться к специалисту? Мы примерно проговорили о том, что происходит в речевом развитии ребенка до года. В полтора года уже накапливается словарь, и он может быть порядка десяти слов к полутора годам. Затем происходит на втором году жизни, к концу второго года жизни, такой важный этап, как ребенок начинает составлять слова во фразы, двухсловные предложения. Это очень важный и ответственный этап, чтобы к двум годам ребенок уже научился говорить такие фразы. Например, мама там, Лена бух там, папа тю-тю, таким образом, или еще мако, хочу еще молока. Но для того, чтобы эта фраза возникла, у ребенка должен накопиться активный словарь, который, как мы уже говорили, возникает на базе пассивного словаря. И норма для того, чтобы ребенок начал говорить уже двухсловными предложениями, фразами, это порядка пятидесяти слов. То есть в два года ребенок должен говорить. Вот так вот скажем. Да, мы на самом деле много видим случаев, когда ребенок потом начал говорить, но гулить и отдельные слоги говорить немножко позже. Надо ли сразу... Особенно, если это мальчик. Да, особенно это мальчик. Если мы говорим о том, что мальчики говорят позже, то обычно говорим, что это на два-три месяца, ну, например, полгода позже, чем девочке. О том, что говорить о том, что там у него три года, но он мальчик, ничего страшного, мы так говорить не можем. У ребенка нет необходимости в развитии речи, потому что вот он пальцами показывает, пальчиками, и ему все тут же дают. Там он показывает конфетку, ему дают. Он показывает там раковину, его идут мыть ручки и так далее. Это может быть причиной? То есть в этой ситуации родители как должны поступать? Просить, чтобы он назвал, что именно он хочет. И опять же, все это в форме игры. То есть можно, что он называется, его немножечко там пообманывать, да? На что ты сейчас показываешь? Да проговори. Тебе нужна конфетка или тебе нужна ложка, или тебе там нужно еще что-то? Здесь еще, наверное, такой момент нужно учесть, что когда ребенок дома один с родителями, родителям просто не с чем и не с кем сравнивать. И поэтому, когда ребенок к трем годам, ну, если он в ясли не ходил, поступает в детский сад, а там уже в группе, сразу становится видно, кто говорящий ребенок, кто неговорящий ребенок, кто слишком много и неправильно говорящий. У нас ведь такие детки есть, вроде говорят и говорят неправильно. Это же тоже вопрос. Вообще, на втором году жизни основная форма речевого общения должна становиться диалогом. То есть, когда, например, такой важный момент о том, когда мама читает книжки, книжки они тоже подбираются с красивыми картинками, и мама должна обращать внимание ребенка. Посмотри, что это, что он делает. Картинки, естественно, должны быть яркие, большие, красочные. На них должны быть изображены какие-то знакомые ребенку сюжеты, как девочка моется, как ребенок гуляет, или лошадь, а как говорит лягушка, а что лягушка делает? Лягушка прыгает, а что она делает? Она квакает. В любых таких моментах мы называем их режимные моменты. Например, ребенок проснулся, или мама идет умываться с ребенком. Можно есть такой богатый арсенал, как потешки. И потешки – это такие коротенькие стишки, которые сопровождаются самыми простыми игровыми действиями. Это вот народная педагогика, народная поэзия накопила веками. Ну, например, о том, что сейчас вспомню, и мама играет с ребенком, идет коза бодатая, идет коза рогатая, кто кашку не ест, кто молока не пьет, того забодай, забодай, забодай. И мама начинает щекотать ребенка. Или, например, опять же, как стимулировать речевое развитие. Вот я тоже хотела сказать о стимулировании развития речевой мелкой моторики. Игры народной потешки. Сорока, ворона, кашку варила. Это массаж ладошки. Это мудала, это мудала. Мама массирует пальчики. И вот отвечаем, ну, пока, на не заданный вопрос, а почему стимулирование мелкой моторики у нас может влиять на речевое развитие. Дело в том, что речевые моторные зоны в коре головного мозга находятся рядом с теми же зонами, которые отвечают за моторику пальцев. И когда нервные сигналы поступают в кору головного мозга от того, что мама трогает, или о том, что они, например, такое замечательное упражнение с ребенком до двух лета, взять простую бумагу с салфетки и начинать рвать салфетки. Или, я не знаю, нанизывать крупные бусины. Выгодский говорил, что речь человека на кончиках пальцев. Мы развиваем не только речь, мы же, проговаривая с ними, сразу выучим цвета. То есть он же должен запомнить, какой цвет называется. То есть ты будешь тренируем, и получается память. Не только называние предметов, но и называние действий. Хотелось бы посоветовать родителям, играйте в эти все пальчиковые игры. И вот еще такой момент, сразу добавлю, о том, что вы посмотрите, какая сейчас у нас одежда и обувь. У нас одежда на застежках, обувь на липучках. И ребенок лишен вот этой возможности, вы знаете, долго-долго застегивать пуговички, долго завязывать шнурки. Но поэтому, значит, надо стимулировать родителю просто брать пуговички как-то, чтобы ребенок тренировался, их застегивать. Да, здесь, наверное, нужно еще говорить про этот кризис трех лет, который я сам, когда мы успеваем, ребенку нахлопать по рукам, что называется, что после этого он больше ничего делать не хочет. Не то, что даже плохо, а то, что медленно. Потому что все работающие к трем годам уже мамы, бизнес-вумен, автоледи, как я говорю, они же бегут, им же надо быстро под мушку ребенка и закинуть его в детский сад. И у него нет времени просто на эти шнурочки, на эти пуговички, на эти кнопочки. И получается, что общего развития ребенок тоже недополучает. Потому что есть тоже одна очень хорошая фраза не делай за ребенка то, что он может сделать сам. А ведь у нас очень часто мама за ребенка делает то, что ребенок, но они даже не знают иногда, что в три года он уже способен это сделать. Тогда, наверное, я опять сейчас мамам задам вопрос, когда ребенку нужно дать в руки нож, познакомить его с огнем, с высоким окном. В три года вот в этот кризис я сам, многие дети, опять-таки, если с нормой развития, особенно они, они, в принципе, должны уже под присмотром родителей минимально где-то обжечься, где-то с ножом познакомиться, как стек для пластилина, для мягкой там колбасы, для яйца. Под руководством родителей начать уже вместе вот эти совместные действия, где-то готовить начать. Так же с окошком. В три года ребенок, в принципе, уже понимает, что он не птичка, что он не кошка, что он не долетит до соседнего дерева. Но это же тоже мозговые структуры развиваются, и они как раз приведут к тому, что речь будет лучше запускаться. У нас сейчас еще очень много детей, которые умеют говорить, но не хотят говорить. У нас же есть еще такой термин, как мутизм. То есть мы не говорим сейчас про аутистический спектр, а может быть тоже у детей с расстройствами речи. Мы говорим про нормы типичных, которые, в принципе, пассивный запас накопили, они его знают, они имеют, но почему-то не отвечают взрослому. Здесь вот тоже вопрос, что такого делают взрослые, то есть, опять-таки, где и когда они не только по рукам настучали, что называется, но и настучали, видимо, по губам, по языку ребенка, где-то они его остановили, где-то громко остановили, типа заткнись или еще что-то произнесли, и ребенок реально может заткнуться на достаточно большой промежуток времени, и опять понадобятся специалисты для того, чтобы заново, теперь же по второму разу эту речь запускать. Давайте еще акцентируем внимание на том, что произойдет или как отсутствие речи повредит дальнейшим ребенку, если все-таки не заниматься этим вопросом, пустить его на самотек и прийти к школе на уровне БАМа. Если у нас ребенок не говорит, а как он будет мыслить, как он будет познавать этот мир, как он пойдет в школу. И вот на что хотелось бы обратить внимание, что если ребенок не говорит, не говорит в 4 года, в 5, то тут уже срадует и его поведение. Я про двоих своих, например, старших, хочу сказать, и здесь, наверное, еще тема экстраверсии, интроверсии немножечко затронуть, потому что это еще зависит не только от того, как мы воспитываем ребенка, а от того, что вот в нем заложено, было где-то, видимо, изначально, да. Потому что со старшим я, например, могла прийти в поликлинику, и его нельзя было даже на секунду отпустить руку, потому что я пока беру карточку в поликлинике, он у меня уже ушел по всей поликлинике гулять, он со всеми поздоровался, он всем рассказал, какие картинки в поликлинике на стенках нарисованы, он уже за всеми там очередь занял, еще я говорю, ну, ему тоже было около двух, наверное, да. То есть у него уже вот эта социализация и вот эта его экстраверсия, она его куда-то гнала все время, да, вот этот познавательный в том числе интерес. Второй ребенок, его можно было в поликлинике забыть часа на полтора, и он с вестой не сдвинется, он останется ровно на том месте, где его руку мама отпустила, и он ни с кем не заговорит, он, может быть, что-то и посмотрит, но настолько, я все время думала, внутренне глубокая у него жизнь, настолько глубокая внутренняя фантазия, но они выросли, и они примерно в таком же составе живут и сейчас. И у меня никогда не вызывало каких-то опасений вот этот ребенок, потому что я понимала, что говорить-то он умеет, что в любом случае, когда ему это будет ну вот крайне необходимо, он все равно это сделает. Вот в чем. Но здесь, наверное, еще надо о том, что вот у меня между этими двумя 13-15 лет разница с младшим. И это ребенок совершенно другого поколения. Вот современные клиповые дети, это правда другие дети. И не зря я, Зарима Рустамовна, тоже сказала, если родители современные, они, наверное, тоже там 30-летние, предположим, они просто этого не знают. Именно поэтому они не могут ни коза, ни ладушки, ни гуления со своими детьми поиграть, как будто с ними тоже никто никогда не играл. Это точно так же, как сейчас уходят. Дворовые игры. Мы же, вот как взрослые поколения, мы же все время были во дворе и все эти с мечом, и еще какие-то догонялки или там еще, да. А дети это сейчас во дворах почти не бывает. Во дворах больше машин, по-моему, сейчас, чем детей. И поэтому получается, что вот такой коммуникации, которая была бы нужна в песочнице, ее тоже почти нет. Ведь очень многие родители и, наверное, в песочнице с детьми. Смотрите, что получается. Была когда-то выстроена совершенно конкретная система, позволяющая формироваться коммуникацией у детей. Если у тебя заняты родители, которые не особо тебя, ну, как сказать, нагружают своей речью, внутри семьи, у тебя всегда есть возможность бабушка, которая всегда где-то рядом была в основном, дедушка, ребята во дворе, детские сады, друзья, дворовые именно друзья, детские сады, то есть, ну, детские сады ходили прям подавляющее большинство детей, да. Ну, как бы, шанса остаться в ней речи было очень мало. И те же самые пуговицы, да, с мелкой моторикой, и те же самые шнурки с бантиком, которые я вот помню по себе, нас специально учили, как вот это вот все, вот эти бантики крутить, и мы там пыхтели, прям пыхтели, маленькие бежитки, тяжело, но мы делали. Но ведь современные и родители уже не вяжут носки, уже не вяжут крючком, уже нет макраме, уже нет там каких-то коклюшек и еще чего-то. То есть, опять получается, что мы передадим следующим, опять через поколение, правнукам. Ну, значит, сейчас все мелкую моторику ушла в кнопочку телефона. Там же тоже какие-то пальцы развиваются, какие-то новые нейронные связи. Что помогает стимулировать развитие речи? Вот вы посмотрите, о том, что речь Вероника Викторовна с этого и начала, о том, что должно развиваться восприятие, о каким образом сейчас ребенок познает мир. Ребенок должен идти с мамой или с папой, и папа, мама говорит, посмотри, какое голубое небо, посмотри облака, давай мы с тобой одуванчики первые, мы возьмем с тобой этот одуванчик, ну, нюхать его, конечно, нельзя, но можно на него просто дуть. Ребенок должен бегать, ребенок должен прыгать. Вы понимаете, если раньше дети, вот вы говорили о различных играх, которые с мечом, которые прекрасно развивают координацию, о командных играх, о том, что дети, например, для того, чтобы, я вот скажу такую вещь, для того, чтобы ребенок осваивал предлоги и грамматику, нужно, чтобы ребенок осваивал вообще пространство. Если ребенок будет залезать на дерево, на лестницу, воспитательница в детском садике скажет, не надо, не надо бегать, не надо залезать, не надо прыгать. У нас, с одной стороны, развивается безопасная среда, а с другой стороны, ребенок лишается познания мира, он лишается ощущений, он лишается сенсорикой. И наоборот, возникают вот такие платные, вы знаете, курсы по сенсорной интеграции, по мужичковой стимуляции. Вот я как раз сегодня видела курс мужичковой стимуляции, 10 занятий, порядка 15 тысяч. А ведь это же наши качели. Мама не знает, как воспитывать своего ребенка, и поэтому больше сейчас доверяется специалистам, ей легче заплатить за какой-то обучающий курс, за какую-то школу-развивалку или еще что-то, и с ребенком будут заниматься. Может быть, это тоже... Мир движется так, что мы сами за ним не успеваем. И опять-таки, вот фраза такая интересная, что дети по поколению старше, чем взрослые. Они сами знают, какой будет мир в 2100 году. То, что родители никогда не узнают, поэтому они готовятся к какому-то своему миру. Но в любом случае, мы будем помогать им развивать речь. Ну, а я стою все-таки на таких позициях, вы знаете, традиционных. Я согласна с Вероникой Викторовной, что мир развивается бешеным. Эволюцию мы не отменяем. Мы не отменяем. Но тем не менее, вот этот богатый опыт, как я уже говорила, народных потешек, сенсорной интеграции, о том, что ребенок должен ползать, он должен брать камушки, облизывать эти камушки. Сейчас кто даст? Сиди в коляске, и вот тебе гаджет. Вы согласны, что мир не опознает? Поэтому дети начинают, вот это из синего трактора, они начинают петь электронные песенки. То есть даже они мультики, но они тоже какие-то на одних, видимо, мультиках где-то зациклются, застревают. И они с родителями иногда разговаривают вот этими электронными фразами. Те, которые им запали, те, которые они выдают из памяти. И здесь тоже есть вопрос, то есть как мы будем выходить уже из этих электронных мультиков, из этой электронной речи. Как? У меня есть совет. А не давать ребенку гаджеты до трех лет? Я понимаю, что это очень радикальное предложение. Но вот посмотрите, помните, вы, Вероника Викторовна, говорили о том, что ребенку легче говорить пальцами показывать. Да, и как, что ребенок просто не хочет говорить. Но это же неудобно для родителей. Я сейчас живу. Я сейчас живу. Здорово. Все время сюда возвращаемся. Для того, чтобы вступить в коммуникацию, ребенок должен трудиться. Ребенок должен сначала запоминать слова, потом их говорить. Для того, чтобы поговорить с мамой и попросить, это одно. А гаджет, вы понимаете, с гаджетом не надо говорить. Для того, чтобы вступить в коммуникацию с гаджетом, не надо накапливать пассивные слова, не надо накапливать активные слова. Ты нажал кнопочку, и ты получил уже какую-то реакцию. И потому что ребенок, видимо, слишком рано приученный гаджетам, он привыкает именно к этой ситуации, что от него ничего не требуется, не требуется каких-то усилий. Коммуникация с живым человеком, безусловно, гораздо труднее, чем коммуникация с гаджетом. Поэтому чем позже ребенок получит вот это, нажать на кнопочку и получить реакцию, и это, безусловно, чем позже, тем лучше. Есть уже, вот, вы знаете, есть такой миф о том, что ребенку можно включить какую-то обучающую программу, и он будет обучаться. Но есть уже исследования, то есть это уже научно доказано, о том, что ребенок, если смотрит новые слова по гаджете, он их просто не запоминает. С чем это связано? Вот посмотрите, когда ребенок обучается речи, он, это важное слово, он должен видеть лицо мамы и должен видеть артикуляцию. У него зрительные ощущения складываются вместе с акустическими ощущениями, сенсорной интеграцией, и он понимает, как произносить слова. Вначале, сначала это будет неправильно получаться, он будет, и вот этот вот период гуления, ба-ба-мама, он же тренируется, он подстраивает свои органы артикуляции под то, что он видит. А что он видит в гаджете? Разве он видит там какую-то артикуляцию? Поэтому, когда мама вместо того, чтобы разговаривать с ребенком, наклониться к ребенку, нести какой-то, несколько раз повторять это слово, она дает этот гаджет, что гаджет этот повторит. Но гаджет оказывается более эмоциональным, видимо, чем мама, и поэтому слова, вот эти песенки из этих гаджетов, они западают раньше. И здесь, наверное, я как раз про третьего теперь уже хочу сказать. И вот, наверное, еще на тему билингвизма потихоньку тоже будем выходить, потому что для Татарстана важны эти межнациональные браки, в том числе. То есть ребенок русско-татарской среди, у меня тоже рос, он уже два языка начинал осваивать. Но самое удивительное, вот эта вот эмоциональная составляющая. В 4 года он уже р-р-р-р неплохо вроде произносил. В детский сад пришла воспитательница, ну, как кружок английского языка, то есть еще третий язык начал насловаиваться. И то, что ребенок до этого хорошо умел произносить, он вдруг у меня произносить перестал. Вот здесь у меня тогда возник вопрос, почему, то есть почему вот эти регрессы могут возникнуть. Он приходил ко мне и говорил, вот, типа, why do you cry, Willi? Мама, дай мне ложку. Я говорю, какую ложку тебе дать? Ты сейчас про ложку, рожку, ложку? Ты про что вообще сейчас? Он говорит, мама, я с тобой по-английски разговариваю. Ты же раз меня не понимаешь? То есть я его не понимаю, да, с его английскими этими теперь уже установками, акцентами. А там как раз было очень много мультиков английском. И разделение языков не произошло. То есть там произошло какое-то странное слияние, и мне пришлось уже вот как раз к пяти, к шести, даже уже ближе к годам заново идти к логопедам, именно для того, чтобы разделить разные структуры языка. Что с девоникой можно разговаривать по-татарски и произносить такие-то слова, и с такими-то звуками, потому что звуки-то еще разные, да. С мамой, мама русская, нужно произносить такие-то слова, и с таким звучанием даже того же р, да. А есть еще английский, но в данном случае она пока был с воспитателем. То есть вот это еще р-звучание в разных языках, оно же тоже разное. Правильно я вот сейчас поняла, что ранняя билингвальность, это такая... Вот мы за Риму, Рустаму, давайте об этом спросим. Я хочу сказать о том, что если у ребенка нет никаких нарушений, прекрасно прошла беременность у мамы, прекрасно прошли роды, ребенок не болел сложными заболеваниями, то в принципе билингвизм, он неплох. Он способствует развитию мышления. Ребенок, обучаясь различным структурам языка, у него обогащается его мышление, обогащается его память. Но если у ребенка уже есть какие-то речевые проблемы, то, наверное, лучше все-таки с ним говорить на одном языке. Если есть предрасположенность к каким-то другим, то лучше все-таки соблюдать один язык. Если ребенок воспитывается в билингвальной семье, и, предположим, нельзя избежать ситуации, что он говорит на двух языках. Есть несколько правил о том, чтобы, например, если мама русскоязычная, она должна с ним говорить на хорошем, чистом русском языке. Один человек, один язык. Баба может говорить или бабушка на татарском языке. Если, особенно к первому классу, ребенок вообще плохо разговаривает, нужно исключать билингвизм. Нужно ставить сначала хорошо один язык, чтобы потом, ну, как вот раньше было в пятом классе, начинается изучение иностранного языка, и в пятом классе спокойно можно вводить второй любой либо иностранный, либо русско-татарский какой-то из этих языков. Хорошо, что в конце передачи мы затронули тему билингвизма. Для меня, по крайней мере, то, что вы сейчас рассказали, было открытием, потому что я выросла или там живу, жила с убеждением о том, в том, что это полезная вещь. В конце передачи я предлагаю каждому из наших гостей сказать какие-то заключительные важные вещи, резюмировать то, что вы говорили в течение передачи, самое важное. Мама очень хорошо знает сама своего ребенка. Мама должна почувствовать, когда у ребенка что-то не так, и если она это понимает и чувствует, все-таки обратиться за помощью к специалистам. И к первому классу в любом случае ребенка нужно готовить и готовить его речь, чтобы он знал свое имя, фамилия, адрес, возможно, времена года, чтобы мог рассказать что-то по картинкам, потому что к первому классу там нужно уже хорошо сформированная речь для больших и монологов, и диалогов. Для того, чтобы родитель мог за это отвечать, у него должны быть знания. И поэтому за этими знаниями я еще раз хочу сказать, я приглашаю все-таки подключиться и пройти курс, разработанный нашими преподавателями. Мама знает. На самом деле ценнейший ресурс ребенка – это время. Это ресурс, который невозможно возместить. О том, что именно как раз до шести лет у ребенка работают уникальные механизмы, которые способствуют усвоению этой речи. И если вы начнете этим заниматься в семь лет, то уже будут, ну, механизмы будут другие. Поэтому именно до шести лет очень важно заниматься развитием речи. Если родители что-то беспокоят, то возраст с двух до трех лет – это как раз прекрасный возраст, чтобы обратиться к специалисту. Ну, и я в заключение хотела бы добавить, что если мы хотим ребенка, то нужно понимать, что мы хотим с ним общаться, мы хотим его видеть, гладить, ласкать, играть с ним, обнимать его, говорить ему какие-то хорошие слова. Быть мамой во всех смыслах слова, а еще и папой. Потому что в этом процессе мы не можем исключить папу. Папа всегда должен быть рядом. Мы сегодня говорили про речь с нашими замечательными гостями. Встречаемся в следующую пятницу под парашютом. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok